И всем привет ребят, с менструмайк и с вами записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике и сегодня я бы хотел бы обсудить одну очень интересную тему вместе с вами, ну а если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте имуличный такт-тактимпэ, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании, сегодня я хотел бы обсудить одну очень важную тему, которая относительно недавно появилась в нашей игре и как вы видите я нахожусь сейчас на своем мега донатном аккаунте и на сегодняшний момент времени с этой пятницы у нас появились новые интересные вооружения, которые можно теперь приобрести в магазине, если у нас до этой пятницы в гараже здесь были возможности приобретения корпусов и пушек в виде комплектов, а до этого они были еще и вместе с резистами, то неделю назад резисты из этих комплектов убрали, ну а сейчас и вовсе сделали ранний доступ вооружений, где появляются все те вооружения, которых у вас нету на аккаунте. Ну и также вместе с этим появились те самые заветные летающие корпуса и новые пушки, которых к слову до этого тоже здесь не было. Ни Теслы, ни Скорпиона, ни любых ховер танков не было в тех самых заветных контейнерах и, ой контейнеры говорю, комплектах и в свое время Орех говорил, что все это дело не будет вводиться в виде комплектиков, а будет добавлено как раз таки в новые контракты. Но контракты до сих пор не появились у нас, то есть есть только плашка, а самих контрактов нет, и вместо контрактов все это дело появляется в раннем доступе. Соответственно из-за этого можно сделать выводы, что скорее всего в ближайшее время уже и появятся контракты, комплектов больше нету, но зато теперь есть возможность приобрести, во-первых, любой ховер танк, во-вторых, те пушки, которых в этих комплектах не было. С точки зрения моего мега донатного аккаунта, то это очень и очень хорошая вещь, да, то есть я могу приобрести любой из ховер танков и его протестировать и вообще комфортно себя чувствовать до как раз таки звания маршала, на котором это все дело уже открывается для любого игрока за кристаллы. Ну и вовсе получается у нас любой донатер с звания подполковника уже сможет приобретать эти МК-7 вооружения. С точки зрения цены, то цена, ну в моем понимании, наверное, большая, большая цена на эти ранние доступы, да, здесь бы я бы сказал, что, ну более адекватная цена должна была бы быть где-то около двух, наверное, тысячи танкоинов, но я, честно, не смотрел, была ли скидка у нас в магазине на эти ранние доступы вчера, да, то есть 50% скидка. Если 50% скидка на все это дело была и работала тоже, то, грубо говоря, приобрести корпус за, получается, сколько у нас, ну, грубо, там, 1600-1700, да, танкоинов, считаю, что вполне себе адекватно. 3000, ну, это, наверное, уже многовато, да, то есть, если вы донатер, то в целом, наверное, там, полторушка, это адекватная цена, чтобы все это дело как раз-таки приобрести, но нужно понимать, что это уже интерес исключительно донатер. В моем понимании, если у нас добавляют эти самые корпуса сюда, а не в контракты, как говорил Орех, то, быть может, тут две стороны. Либо контрактов еще длительный период в нашей игре не будет, либо же, наоборот, контракты уже в скором будущем появятся в нашей игре, и, быть может, с этими ранними доступами там тоже будут какие-то определенные плюшки, потому что Орех говорил о акценте на комплектах и связи их с контрактами. Поэтому мне было бы очень интересно посмотреть, как и в каком виде вообще эта связь произойдет, но тот факт того, что теперь любое вооружение можно приобрести в магазине, меня, конечно, радует. Радует то, что я могу все это дело как раз-таки заобозревать на своем втором, ну, как втором, можно сказать, третьем канале. Если вы вдруг на него, к слову, не подписаны, на мой меганатный канал, не знаете о нем, то ссылочку на него в описании тоже оставляю. Переходите, смотрите, довольно большое количество разного рода контента с обзорами вооружения выходит именно там. Ну, а пишите вы также в комментариях, что вы думаете по этому поводу, что вы думаете по поводу раннего доступа, по поводу смены комплектов на отдельные вооружения. В моем понимании в таком виде это выглядит намного лучше, потому что вам не надо покупать комплекты, искать кучу всяких разных там вещей. Вы спокойно можете найти то, что вам нужно определенно, да, и приобрести другой вопрос цены. Да, в моем понимании цена все-таки большая на все эти предметы. Я бы сказал, что цена должна быть в два раза меньше, тогда оно бы выглядело более-менее нормально. Ну, либо же была бы возможность еще приобретения их за кристаллы, да, то есть, например, повышенная стоимость, более ранний доступ, но повышенная стоимость в виде кристаллов. Я бы думаю, что это было бы тоже очень интересно. Пишите, что вы думаете по этому поводу, согласно моей точки зрения. Обязательно поддержите данный видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, да мне писать новые видеоролики. Ну и пишите, как вы думаете, контракты, ранние доступные вооружения будут добавлены в каком-то виде или нет. В моем понимании это вполне реально. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok